Что такое pronounce? Это местоимения. Subject pronounce это местоимения, которые стоят на месте подлежащего. Так вот, если в русском языке, украинском языке, белорусском языке эти языки являются фликтивными языками и грамматические формы слов, глаголов, меняются в зависимости от окончаний, то в английском языке все зависит от структуры предложения. То есть на первое место, если вы выносите слово, то значит это подлежащее отвечает на вопрос кто или что. Ну, например, такое предложение. I gave you a present. Я дал тебе подарок. А если вы захотите сказать так, мне подарили подарок, да, мне подарили, то в русском языке это вполне нормально мне, кому, да, не подлежащее поставить на первое место. Так вот, в английском языке так нельзя. На первом месте должно быть подлежащее. Мне подарили подарок. Как бы вы перефразировали это предложение, чтобы получил и здесь появилось подлежащее? Мне дали подарок. Ну, то есть кто-то, наверное, да, кто-то, какой-то человек дал вам подарок. Поэтому нам нужно ввести в предложение, например, Люси. Вы знаете, что Люси вам подарила подарок. Значит, Люси gave me a present, да, или Джа gave me a present. Это очень-очень важно. Из этого мы начинаем наше, наше видео. Местоимения, да, в английском языке существуют разные местоимения, которые стоят на первом месте. Первое местоимение I, я, you, переводится ты или вы. Вы. Будьте внимательны, что в английском языке вот есть только форма you. Чтобы быть вежливым, в русском языке мы говорим вы, да, у нас есть такая специальная форма вежливости. А в английском языке другие способы, чтобы передать вежливость там и быть polite, polite, вежливым. Дальше we, мы, дальше they, они, или hey, hey. Обратите внимание, что вот нет четкой буквы и, да, звука и в английском языке. Это что-то между и, длинным таким, и, и, hey, hey, попробуйте так сказать. Это он, и также со словом-местоимением she, she, то есть это не she, да, это не длинное и, это не she, это she, she, что-то среднее. Не расстраивайтесь, если сразу не получается, поверьте, чем больше вы будете практиковать, тем меньше вы будете задумываться о том, что вы как-то не так произносите и будете правильно произносить. Итак, давайте повторим. Как сказать я? Правильно, I. Как сказать ты или вы? You. Как сказать мы? We. Как сказать они? They. Как сказать он? He. Как сказать она? She. И последнее, на закусочку я вам оставила местоимение it. Что такое местоимение it? Ну, в нашем языке это что-то как оно, да, используется местоимение для обозначения неодушевленных или неживых предметов, но в английском языке it используется еще для животных, поэтому будьте внимательны. Кошка, да, мы скажем она, а в английском языке кошка it, или собачка it, крокодил тоже it. Поэтому все абстрактные понятия, такие как любовь, доброта, love, kindness, это все it. И животные, в том числе it. Человек не может быть it, разве что это может быть зомби. Так, хорошо. Ну и давайте попробуем сделать предложение. На первое место мы выносим местоимение I. И, например, у вас в уроке есть глагол читать. Вот глагол стоит всегда на втором месте. Они как в связочке такой, подлежащие, сказуемые. I и берем, ставим глагол read, читать. Все, I read, я читаю. Давайте подумаем насчет ты читаешь. You read, да, мы читаем. We read. Видите, в русском языке нужно помнить про окончание. Я читаю, но мы читаем. Окончание меняется. Ты читаешь. Господи, бедный иностранец, который учат русский или украинский. А в английском языке все просто I read, you read, we read. Единственное, что там дальше появится одно всего окончание, но об этом не сегодня. И чтобы сказать, что мы читаем, да, нам на третье место мы ставим объект. I read a book. Давайте с вами еще подумаем и сделаем примеры, вот похожие. Ну, например, I sleep. I sleep. Я сплю in the room. I sleep in the room. Подлежащее, сказуемое, все остальное. Либо где, либо кому. Давайте еще подумаем, какие глаголы вы знаете. Например, глагол работать. Они работают в офисе. They на первое место, как мы уже знаем, да, обязательно мы ставим. На второе место глагол, сказуемое. They work. И на третье место где? In the office. Все, вуаля. Вот такими предложениями на курсе Beginner вам предстоит научиться говорить. То есть, это как бы скелет. И на этот скелет вы будете насаживать вот такие, как на пирамидку, что ли, слова. На подлежащее. Найти подлежащее у вас сейчас квест. Дальше понять, что это подлежащее делает. И третье, где это подлежащее делает. Или кому действие, да, совершается. Но, друзья, что вы должны понимать, что все, все абсолютно предложения в английском языке делятся на action and information. Action – это действие. Information – это просто какое-то качество. Это значит, что в предложении у вас будет какой, какая. Например, комната большая. Человек какой, добрый. Или не обязательно прилагательное может быть, да, может быть и существительное. Он – доктор. Она – учитель. Видите, все эти предложения, они безглагольные. И предложения глагольного типа. Я вам сейчас говорю, да, я вас обучаю. Вы слушайте. Мы ходим на работу каждый день. Мы не можем просыпаться рано. Или мы заставляем себя ложиться рано, чтобы проснуться рано. Ну, и, в общем-то, в этих всех предложениях есть глагол. Так вот, друзья, если в предложении есть глагол, то здесь все понятно. One, two, three. Подлежащий, сказуемый глагол. Третье, все остальное. Но если предложение безглагольное, например, комната большая. The room is big. Между подлежащим и словом прилагательным, да, должно быть сказуемое, да, я вам уже об этом сказала, что обязательно в английском языке должно быть на втором месте сказуемое. Так вот, все очень просто. Если нет глагола предложений, то на месте сказуемого будет глагол to be. Я бы даже не называла его глагол. Он так уж глаголишко, потому что, если уж судить философски, да, to be, оно to be, непонятно, что быть или не быть. Что значит быть, да, такой философский вопрос. Поэтому это не является какой-то смысловой глаголом. То есть, если спать, танцевать, петь, понятно, что делать, а быть, что делать, быть, непонятно, что делать. Так что, ребята, обязательно вы должны помнить, что есть этот глагол to be. Ну, давайте посмотрим предложение. У вас здесь есть I am a teacher. Да, вы скажете, Натали, а где же здесь в этом предложении глагол to be? Вроде как оно безглагольное. Я учитель. Кто? Учитель. Глагола здесь нет. Но глагол to be у нас может быть трех форм. Это am, это is, это are. Так вот, в зависимости от местоимений, которые мы уже с вами выучили, глагол, как him или он, меняет свою форму всего-навсего на три формы. Запомните, что если подлежащее выражено I, тогда to be становится am. То есть, понимаете, это одно и то же слово. И to be, и am. Это одно и то же. Есть сокращенная форма I am a teacher. Все лентяи, знаете, ребят, поэтому все пытаются говорить как можно меньше. Все народности и страны. Дальше, если подлежащее у нас, запомните три и запишите, he, she, it, то to be меняет форму на is. У нас было I am a teacher, но вы хотите сказать, что Марь Ивановна is a teacher. Или Василий Петрович is a doctor. Или it is a cat. Это есть код. Дальше, если у вас подлежащее выражено, запоминайте. Помните после I что было? Ты или вы? Так вот, в английском языке you – это всегда, вот как бы в третьей такой группке, да, оно стоит с множественным числом. Это всегда вы. То есть для них это как вы, у них нет формы ты. Точнее, вот грамматически это множественное число вы по-нашему. И значит, you, we, they, to be меняет форму на are. You, we, they, are. Например, they are cats, а не коты. Или там, we are beautiful, мы красивые, we are kind, мы добрые. Итак, давайте сами еще раз повторим. I am, повторяйте за мной, he, she, it, is, you, we, they, are. И все. И на третье место мы уже ставим либо прилагательное, либо существительное. Хорошо, ребята, на этом у меня все. Сделайте обязательно конспект и выполняйте практические упражнения, чтобы эти знания стали вашими. Bye-bye.